доброе утро дорогие друзья доброе утро сегодня у нас урок торы из города львов из города львов со стадиона видеть я сейчас буду выступать на стадионе и но не на этом стадионе это футбольный стадион а есть будет стадион такой поменьше здесь есть мини стадион тысячи человек и буду сейчас выступать с тренингом целый день буду людям помогать развиваться очень красивый вид прям нереально очень красивый вид доброе утро всем шалом из львова сделаю даже фоточку красиво очень красиво и так значит мы начинаем продолжаем изучать очень красиво получается и так мы продолжаем изучать недельную главу не цовим это очень важная глава почему она важна все недельные главы важны но эта недельная глава на как раз идет перед роша шана перед самым важным днем в году когда день суда да день суда йом-один это роша шана и когда всевышний приходит и судит и есть очень такая интересная метафора такс роша шана вот если люди они ни в чем не виноваты ну вот как бы они так себя чувствуют закон не нарушали скажем так да а видят полицейского или милиционера и начинают волноваться а вдруг а вдруг я что-то не помню вдруг я что-то не доделал и примерно такая же сейчас ситуация у нас перед перед роша шана перед днем суда а вдруг вдруг я что-то не так делал а вдруг я где-то ошибался а вдруг я живу не не совсем правильно я вам скажу что вот это вдруг а чтобы даже не вдруг потому что если человек посмотрит на свою жизнь у него наверняка есть какие-то какие-то ситуации в жизни которыми он не очень рад или не очень доволен и мы сейчас находимся в момент когда с одной стороны с одной стороны этот момент значит с одной стороны мы находимся в такой момент когда можно можно получить наказание скажем так да наказание или последствия за это и в чем последствия могут быть растянуты на целый год а с другой стороны можно все исправить то есть это отличный момент начать жизни чистого листа и вот вот роша шана это как раз об этом и недельная глава которую читать будут в эту в эту субботу и которую мы как раз всю неделю в хитос изучаем она называется а тем не цавим а значит вы стоите сегодня все перед богом и это как раз вот эта метафора когда весь мир абсолютно весь мир все живое вот в эти два дня которые наступают на следующей неделе все живое проходит сквозь ринден знаете как мрт такая штука и человек ложится и проезжает сквозь нее проезжает вот так весь мир проезжает через определенное раньше это видели как всевышние и как ну нельзя бога представить но у людей были всегда метафоры метафоры были такие что царь вот царь царей вот эти цари которые в то время были в древности да у них были все обязательно царь должен был сделать себе огромный трон и пока люди поднимаются к этому трону вот как был у например у царя шлома у царя соломона у него был такой огромный трон который там был механика вся эти львы там пасти открывали орлы шевелились и человек шел по этим ступенькам наверх и он видел этот огромный трон потом там чудо света это первый иерусалимский храм в котором была огромная медная такая чаша на быках стояла там фараоны эти пирамиды себе делали да то есть у людей было представление о царе как о чем-то как трон обязательно должен быть был быть трон и поэтому в метафорах того времени так все молитвы и все святые книги были записаны пророками в тысячи лет назад то они использовали смысловой ряд который был тогда понятен всем людям то есть чек даже когда он воспринимает духовную реальность он ее выражает теми словами которыми он владеет то есть те кто знают русский на русском говорят те кто знают английский на английском на иврите на иврите но используют метафоры и сравнения понятные слушателю и поэтому поэтому мы как записано во всех святых книгах что бог сидит на троне но сегодня бы например если бы пророк получал это же пророчество он бы сказал что мир проходит сквозь рентген сквозь мрт сквозь рамку такую как в аэропорту и проходит мир вот сквозь вот эту рамку все просвечивается матрица там и так далее он бы использовал какие-то другие другие смысловые смысловые метафоры но фактом остается следующее что все что внутри есть у человека все его воспоминания все его все его правила все его убеждения все его утверждения все его ценности они в они внутри человека сложены да это есть его его сущность его сущность и главное вот то что сказал раф деслер в когда есть он был такой великой раввины он говорил как подготовиться кроша шане он говорил что маута адам суть человека его сущность да вот кто он такой да это его рацион его желание то есть самое главное здесь куда ты двигаешься настроение направление раз вы уже на уроке торы то у вас есть видно уже вашем внутреннем наборе желание у каждого человека не одно желание у него есть множество желаний то хочу это хочу и это хочу что-то сильнее что-то слабее но есть желание двигаться ко всевышнему и познавать его тору значит если вы хотите в удостоиться в суде чтобы всевышний вас отметил хорошим каким-то знаком то обязательно нужно усилить себе это желание и запланировать себе следующий год больше изучать тору вот как раз сегодня мы все для этого делаем в икра собирает лучших преподавателей торы на русском языке со всего мира и помогает им как платформа помогает им создавать обучающие программы обучать найти свою аудиторию и вы можете совершенно спокойно через воикру посмотреть разных преподавателей попросить у преподавателей чтобы они давали вам знания в том формате в котором вам удобно то есть мы как раз и развиваем вот этот вот момент чтобы божественный свет который через пророков и мудрецов на протяжении тысячелетий собирался в виде знания в виде торы чтобы сейчас преподаватели которые сегодня да мир как вот прошла операция чтобы было ему выздоровление да мир партнер вот он сколько уже учится молодец и желаем ему тоже он всем желая добра чтобы это все добро ему возвращалась тысячекратно так вот чтобы каждый нашел свой своего преподавателя и каждый стал для кого-то источником этого света очень важно увеличивать этот цвет и будет тогда все великолепно а мы сегодня читаем 30 отрывок 30 перик перик это 30 чаптер на английском из такого слова или топик в книге дворим книга дворим это последняя книга торы из пятикнижа и 7 отрывочек в 30 там перики значит вы на то наше молоко и ткань алло то или алло и веха значит было перечислено в предыдущей главе 98 проклятий которые придут на народ израиля если народ израиля не будет соблюдать заповеди значит это проклятие это просто так устроена реальность нельзя сказать что я бы даже и не назвал бы это особо проклятиями это это про это такой двоечной системе да есть плюс есть минус есть удовольствие есть страдания то здесь все неравномерно если есть огромное удовольствие огромная награда вечная жизнь радость соединения со всевышним за это должна быть плата все очень должно быть равновесно и вот эти вот проклятия это это последствия неправильных поступков то есть ты должен знать что если ты засовываешь пальцы в розетку тебя ударит током ты должен знать что если ты там нарушить если ты еврей нарушаешь шаббат значит у тебя будут проблемы именно в шаббат будут проблемы и значит вот эти 98 проклятий были прям перечислены страшные страшные проклятия как детей пугают некоторые что придет бармалейка и их заберет если он не будет там хорошо себя вести и спать и родители даже самые добрые они говорят да да придет бармалей своему любимому ребенку поэтому неудивительно что вторе есть много проклятий чтобы всевышний он очень любит народ израиля и вообще всех людей но так как у людей природа природа ведет их в неправильном направлении то всевышний говорит если будешь идти ты можешь идти в неправильном направлении для свобода выбора но если ты будешь идти в неправильном направлении ты должен знать что последствия будут вот такие да и значит с надеждой что его услышат и значит и пойдут правильном направлении Теперь говорит Всевышний в 7 отрывке 30 ПРК, и даст Бог всесильный твой все вот эти клятвы, проклятия на твоих врагов и на твоих ненавистников, которые за тобой гонятся. Опять же здесь мы видим вот этот же принцип равновесия. То есть если кто-то, твой враг, он хочет тебя убить, он тебя ненавидит, и он еще и за тобой гонится, то понятное дело, что по закону равновесия то зло, которое ты хочешь, кто-то хочет сделать, оно должно на него вернуться. Если ты, убегая от этого врага, но ты просишь Всевышнего и соблюдаешь его заповеди, куда пойдет вот то зло, которое он, этот враг, его создает, да? Оно на него же и пойдет. Понятно. Восьмой отрывок А ты вернешься и будешь слушаться голос Бога, и будешь делать все его заповеди, которые я, которые я, Митсавха Айом, которые я тебе заповедую сегодня. Вот это слово Айом, оно очень важно, потому что человек обычно живет не сегодня. Он все время живет или прошлым, или будущим. Он все время думает, что вот у него есть какие-то длинные-длинные схемы. Всевышний говорит, нет, у тебя есть в этом мире одна схема. Есть заповеди, есть правильное, вот, правильное с точки зрения Бога поведение. Если ты сегодня делаешь все правильно, значит, ты живешь правильно. И завтра у тебя ты можешь надеяться на хорошее завтра. Если ты надеешься, что ты можешь построить хорошее завтра, не учитывая, как работает мир и как Бог сказал в этом мире жить, то твоя надежда, она пустая. Рано или поздно придет бабайка в виде там врагов, ненавистников, каких-то черных лебедей, Ниссима Талиба и так далее, и все разрушится. То есть, поэтому ты не думай, что ты ради завтра можешь пожертвовать своим сегодня служением Всевышнему. Нет, такого нет. Сегодня. Вот я сегодня ехал сюда, да, я очень старался успеть к 10, потому что я считаю так. Ну и что, что у меня тренинг с 11 целый день? Ну и что, что у меня там вчера было, позавчера и так далее? Есть урок Торы. Вот это мое айом. Это сегодня. Это важно. Если сегодня этот урок пройдет хорошо, значит я могу надеяться, что все остальное тоже пройдет хорошо. Вот это то, что здесь написано. А ты возвратишься и услышишь голос Бога и сделаешь все его заповеди, которые я заповедую тебе сегодня, которые Бог заповедовал. И что тогда будет 9 отрывок? И отерха это будет у тебя избыток, да? Избыток. И тогда даст тебе избыток Бог Всесильный твой во всех делах рук твоих. У бепри бетнеха. Плоды живота твоего, то есть потомство. У бепри бемтеха. И потомство даже скота твоего, то есть если ты скотовод. У бепри адматеха. Если ты земледелец, то у тебя плоды земли твоей тоже будут отлично произрастать. Литова. Все это будет для добра твоего. Тут очень интересно, потому что бывает, что у человека идет все хорошо, он зарабатывает, а оно ему не идет для добра. Почему не идет ему для добра? Ему завидуют. У него, как есть история, очень известная история, когда Ицхак, Ицхак, Авраам, Ицхак и Яков, Ицхак про отец еврейского народа. И там есть такой прекрасный отрывок, что Бог ему дал в 100... В тот год и в той земле дал ему в 100 раз больше урожая, чем всем. Было, Раша объясняет, был плохой год засуха, была плохая земля, у него были очень плохие там земля. Но ему Бог дал в 100 раз больше урожая, чем всем остальным. То есть было у него и он разбогател и так далее, то есть вообще все. Благословение, браха, Ицхак, он был очень такой в себе, но Бог ему дал браху, благословение. И что? Написано, возненавидели его филистимляне. Они его возненавидели и выгнали его. Пришел к нему царь и говорит, мы не можем терпеть, что ты стал больше, чем вообще все у нас, богаче, чем царь. Уходи отсюда, или мы у тебя все заберем. То есть бывает, что человек, он, есть у него благословение, есть у него плоды, а оно ему не к добру. Оно ему не к добру, он будет есть и не насыщаться, и умножать имущество, умножать заботу, умножать плоды, а у него вокруг суды. То есть вот здесь очень важное слово, что Бог даст тебе плоды всего, чем ты занимаешься, значит, ле-то-ва, для добра, к добру. Ки-я-шу-ва-шем ля-су-с-а-ле-ха, потому что вернется Бог, Бог радоваться и ликовать с тобой, ле-то-в, для добра, ка-шер-сас а-ля-вот-эха, как он ликовал и радовался твоим отцам. Здесь мы видим, что если ты, еще раз вернемся, седьмой отрывок, если ты вернешься к Богу, то тогда Бог тебе даст все хорошее для твоего добра, и Бог будет радоваться вместе с тобой. И десятый, последний сегодня отрывок. Потому что ты будешь слушать, будешь слушать голос Бога Всесильного твоего. И вот тут очень важно, что изначально у человека есть как две противоположности. Вот рождается маленький ребеночек. У него у маленького ребеночка очень слабая тельца. Маленькая слабая тельца, которая, это тельце, оно до этого плавало в животе. И интересно, когда тело плавало в животе, по Торе, написано в Талмуде, что ребенок знал всю Тору. У него было тело, которое абсолютно было полностью, все потребности маленького тела были удовлетворены. Тело было как в раю, то есть оно плавало там в удобной такой вот ванночке, да, такая ванная, и снабжалось всем необходимым для жизни. И в этот момент душа, которая была уже в ребенке, эта душа воспринимала всю Тору. У него не было никаких фильтров, которые ограждали его от Всевышнего. То есть есть душа, душа связана со Всевышним, душа – часть Всевышнего, а интеллект и тело – это такие фильтры. Это фильтры – это такой, как биоскафандр, в который это засунуто. Теперь, пока ребенок в животе, у него этот свет полностью его освещает. При родах ребенок забывает всю Тору. Хорошо, значит, забыл он всю Тору. Дальше начинает его тело укрепляться, укрепляться, укрепляться и заглушать все сигналы. Вначале ребенок слышит только сигналы тела, которые сильнее, чем все остальное. У него даже нет никаких сигналов ума, он же еще, он же еще, ребенок не знает, он ребенок не знает еще. У ребенка нет еще слов никаких, и ребенок, он не воспринимает, то есть он воспринимает мир как картинку, поток, и у него очень сильны сигналы его тела. Потом, когда ребенок вырастает, у него ему начинают давать разные слова, слова, правила. Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха, задает он кучу вопросов, это Кроха, ему папа отвечает, в зависимости от идеологии папы, от идеологии мамы. И Тора забывается, забывается вся Тора, то есть божественный свет, он не слышен, он не чувствуется ребенком, человеком. И потом вся задача жизни человека, это через интеллектуальное знание о Боди, Тора это интеллектуальное знание о Боди, услышать голос души, потому что ведь слова, они только создают предпосылки для того, чтобы прикоснуться к духовной реальности. И когда через слова, через слова Торы, через слова пророков, через медитацию, размышления, молитву, и самое главное, вот тут становится понятно, а почему так важны заповеди, почему принципиально важно делать. Потому что пока месты думаешь, но не делаешь, нету силы в твоих мыслях. То есть мысль становится реальной, когда в ней есть достаточно желания в этой мысли, чтобы заставить человека действовать. То есть если ты только хочешь, но не действуешь, значит ты не сильно хочешь. Если ты хочешь присоединиться к Богу, но ты не можешь встать утром и сказать, «Шма, Исраэль» или выполнить какую-то заповедь, значит нет. Если ты говоришь, я Бога люблю, и ты знаешь, что Бог сказал помогать вдовам, сиротам, бедным и так далее, но ты говоришь, секундочку, я вот, я не знаю, у меня проблема там машину какую купить. Понятно, если у тебя нет денег, ты все равно должен помогать, но если у тебя уже есть деньги, и ты думаешь, нет, ну я Бога люблю, но помогать не буду. То есть действие – это выражение конкретное силы твоего желания, силы твоей мысли. Поэтому очень важны не просто изучать Тору, то есть первое – это изучение. Мир стоит на трех вещах. На изучении Торы, на молитве, молитва – это служение, то есть благодарность Всевышнему, молитва, эмоциональное служение, благодарность, просьбы, разговор со Всевышним, все. Это называется молитва. И третье – добрые дела. Добрые дела – это насколько ты действительно хочешь соединиться со Всевышним и уподобляешься Всевышнему в своих качествах. Поэтому, значит, перед Рошашана есть три главных вещи. Тшува – вернуться к Богу, то есть вернуться к заводским установкам, к тому, кем мы были в детстве, убрать вот это все наносное. И тшува – это возвращение к заводским установкам, раскаяние. Второе – тфила, молитва. Значит, просить Всевышнего, разговаривать со Всевышним, благодарить Всевышнего. И третье – добрые дела. И тогда мы, значит, можем удостоиться на суде, чего всем и желаю. Ктивава, Хатима, Тава, всем хорошей записи и хорошей печати, чтобы на следующей неделе, чтобы нас всех записали в книге жизни. Но жизнь – это тот, кто соединен со Всевышним, это жизнь. В книге жизни, в книге благополучия, чтобы были все хорошие условия для жизни. И в книге любви, радости, благополучия. Всего хорошего. Все. Всем хорошего дня. Ктивава, Хатима, Тава.